Микс Ньюс Такая интересная информация, что Наблюдается тенденция, что с года в год Все меньше жителей видят преимущество Жители Латвии имеется в виду Видят преимущество в жизни в столице Они все чаще думают о том, что Вполне безбедно и без проблем Можно было бы жить за городом Или даже в других городах Латвии Вот вам, как человеку, который долгие годы Работал в администрации Риги Это кажется скорее плюсом Что Латвия становится менее централизованной Страной, или наоборот минусом для Риги Что люди перестают хотеть жить здесь С точки зрения Человека, который Как вы сказали правильно, работал в Думе Больше 10 лет Естественно, для Риги это минус Потому что это налогоплательщики То есть люди, которые уезжают Они декларируются за пределами Риги В окрестных самоуправлениях И они платят налоги там При этом, опять-таки Зачастую продолжая работать То есть люди не уезжают, например В Бабетове, в Мауропове, в Гарклоне и так далее И не устраиваются там на работу Они живут там Но приезжают в Ригу каждый день И работают здесь Используют опять-таки Рижскую инфраструктуру Основную часть своей жизни, скажем, активной Проводят здесь Но налоги платятся там То есть связать это можно с тем Что, наверное, это и плюс, и минус Рига очень компактный город И, скажем так, есть точки Где от границы города до центра Можно доехать за 10 минут То есть это не расстояние для людей Но в то же самое время, скажем так Ты уже живешь за городом Больше места, больше возможности Детей выпустить куда-то, погулять То есть какие-то дополнительные удобства Но это не значит, скажем так Что Рига должна с этим смириться Я считаю, что Рига способна привлечь Во-первых, оставить жителей Те, которые, может быть, сомневаются Стоит ли переезжать Во-вторых, привлечь новых жителей Тем, что, да, во-первых, это столица И у нее больше возможностей создать Какие-то более благоприятные условия для жизни Да, даже, может быть, не создать что-то новое А привести в порядок то, что есть То есть мы сейчас говорим о микрорайонах Мы сейчас говорим о том, что, да, это была застройка Которая не подразумевала, может быть, какого-то рода удобства В первую очередь мы говорим о каких-то спортивных площадках О местах для проведения досуга Для детей, для развлечений О детских площадках и так далее Очень наболевший вопрос остается Это парковки Потому что, да, когда строились микрорайоны Никто не рассчитывал на то, что Автомобилизация будет идти такими темпами И фактически, скажем так, ну, если не в каждой семье Это очень во многих автомобиль будет Да, возможно, и не один Соответственно, да, это тоже та проблема Которую можно решать по-разному Нам предлагают решать Отдельные Структуры радикально То есть, пересадить всех на велосипеды Но на самом деле здесь абсолютно должен быть выбор То есть, Рига не должна шарахаться в одну сторону Либо мы только поддерживаем автомобилистов Либо вот сейчас, как предлагается, только поддерживаем велосипедистов Но у нас же, простите, что я вас прерваю Просто, чтобы задержаться на некоторых моментах По поводу как раз Вот, раз вы упомянули велосипедов, автомобилей В Риге же принята вот эта концепция На развитие На долгие, если не ошибаюсь, до 2030 До 2030 года И там, вот в этой стратегии как раз и говорится Что приоритетом, особенно в центре Являются как раз таки велосипедисты Вам не кажется, что если вы уже приняли стратегию Долгосрочную, что следует ее придерживаться Мы сейчас говорим о микрорайонах О создании благоприятной атмосферы Для людей, которые проживают Как правило, все-таки люди в центре Они приезжают сюда по делам, на работу и так далее Я с вами частично согласен Но мы не можем, скажем так, сказать людям Так, все, у нас принята концепция Вы свою машину выбрасываете И учитесь ездить на велосипеде Есть огромная масса людей Которые по разным причинам Не любят ездить на велосипеде Не умеют бояться и так далее Ты не можешь их заставить Они лучше пройдут пешком Они лучше пройдут на общественном транспорте Есть такая группа людей И я понимаю, что велосипедистам Об этом слушать, наверное, как бы неприятно Может быть непонятно Но такая группа людей есть Они тоже налогоплательщики Мы тоже должны уважать их мнение Да, безусловно Я просто Даже в отрыве от велосипедов Чтобы не уходить в такую достаточно узкую тему Мы сейчас очень четко видим Что центр города зачастую бывает перегружен Сейчас еще и на выездах из города в город Перегрузка Но мы видим, что дороги просто уже начинают Не справляться Даже не про парковки А вот сами дороги Начинают не справляться с потоком автомобилей И я, честно говоря, не могу найти решение этой проблемы Расширять особенно некуда Расширять некуда Опять возвращаемся к тому, что Рига И особенно в центре город очень компактный То есть у нас улицы Очень широкая улица считается в центре улица С двумя полосами движения То есть не везде это есть Соответственно, да Какого-то рода компромисс должен находиться Но опять-таки компромисс Должно находиться место всем Не то, что так вот Сегодня по этой улице едут машины Завтра мы машину отсюда убираем И только идут пешеходы и велосипедисты Возможно, на каких-то участках, да Но мы должны обеспечить, скажем, возможность И подъезда, и подхода И подъезда, скажем так И двухколесным транспортом И машинами Должны, да А как? Ну, масса вариантов Если, скажем так Мое личное мнение Сейчас мы говорим о ремонтах В частности, о ремонте улицы Чака На самом деле Я бы делал односторонними эти улицы Да, то есть, скажем В одну сторону, например Она идет в центр В другую сторону И с центра, да Это, кроме всего прочего Решает очень наболевшую в Риге Проблему левых поворотов Особенно в центре Да, соответственно При этом, да Можно оставить одну полосу Для общественного транспорта Которая будет идти В противоположном направлении Да То есть, здесь решается проблема И доступности Скажем так Доступности подъезда Для транспорта И возможность устройства Там тогда и велодорожки И так далее Да, ну и вот Возможность, скажем так Не крутясь вот так вот По центру города Чтобы тебе нужно повернуть налево Тебе нужно сначала свернуть Сейчас направо Потом еще раз направо А потом только проехать То есть, да У тебя будет возможность Сделать левый поворот Ну Это мое точка зрения Жители центра Это будет Да, поначалу Это будет неудобно Будет Ну, любое нововведение Оно у людей вызывает В первую очередь Реакцию отторжения Потому что Да То, к чему ты привык Даже это может быть Не очень удобно Ты к этому привык Это тебя устраивает Условно, да Любое изменение Поначалу вводится И оно Всегда находит своих противников Ну, я думаю Что в таком виде С учетом Опять эти компактности Центра Да, я думаю Что мы могли бы решить У нас много, кстати Примеров в центре Когда мы уже забываем О том, что было Двустороннее движение А многие улицы Односторонние Мы абсолютно это воспринимаем Как уже Да, именно так Но жители центра Вот они Насколько им удобно Пользоваться Пользоваться личным Да, то ты Опять-то Опять-таки Да, какие-то нововведения Двусторонние Я бы разделил Сейчас давайте Сейчас давайте построим Говоря Ну, скорее То есть, вас смущает Даже не место А сам факт Постройки Место тоже Да, к месту Я еще Дальше не дошел Потому что Здесь как раз Мы опять возвращаемся К такой, я не знаю Полуязыческой Нашей традиции Государственной Что нам нужно Обязательно что-то сломать Да, то есть Мы не можем Что-то вот Произвести дополнительное Да, не сломав что-то То есть, мы должны Что-то обязательно сломать И дать этому Какой-то, я не знаю Там Сакральный смысл Да, а потом Только на этом месте Что-то построить Я Не слышал Никакой аргументации Скажем Окей Было предложение Еще когда мы Были Депутатами Думы Строить концертный зал И на Абэдамбе Потом это все отмели Было предложение Строить В районе Андрея Осте Да, ну Почему нет Было предложение На Скансе Да Почему нет Непонятно Окей, если мы хотим Строить только На государственной земле И не хотим Упомянутых Скажем так Олигархов Трогать в этой ситуации Да Обращаться к их помощи Или строить на их участке Ну, хотя бы нужно это заявить Да, что Да, вот мы поэтому Это не делаем Но найти просто Какой-то участок Который тем более Занят И строением Которое сейчас Оно не стоит пустое Оно выполняет Какие-то свои функции Да Да, и сакрально Сакрально его разрушить Чтобы Затратив на это Опять-таки Деньги Да, и чтобы потом Что-то там Начинать строить Ну, вот мне Это все На ум Только приходит Одно слово Осваивание Вот нужно Что-то освоить Да, вот у нас Свалилось Какие-то там Четыре миллиарда Как говорится Мы должны их Срочно освоить Ну, про место Про место много Кто критикует Очень много И парк В общем-то Да Но вы, я так понял Говорите еще и о том Что даже сам факт Постройки акустического зала Сейчас не актуален Хотя как раз об этом Насколько я понимаю Споров практически не ведутся Все, кто связан с культурой В Риге Говорят, что вроде как Мы давно хотим Он актуален Но опять-таки Вопрос За какие деньги Какая будет отдача Да То есть Здесь Что акустический зал Что Та же самая эстрада В межопарке Вопрос Нужно ли Да, наверное, нужно Нужно ли В это время Эстрада в межопарке За 100 миллионов Именно Без всяких фондов Именно муниципальных средств Ну, наверное Я буду сомневаться Да То есть Это нужно Но на самом деле Насколько нужно Опять-таки Тут даже Проходили Проходила информация Что Есть эстрада Да За огромные деньги Но при этом Как говорят Дирижеры Нужно Ее подкручивать Чуть ли не вручную Да То есть Все вот эти Серебряные Серебряные Крышу Серебристую Да Веточки Нужно подкручивать Чуть ли не вручную Настраивать Да Ну давайте уже Если мы тратим деньги Мы делаем это нормально Да Чтобы потом У нас не было 100 миллионов евро Плюс альпинист Да Да Ну в таком ключе Да И нет никакой Никакого понимания Почему именно Это место выбрано Например для концертного Зала Да Вот Такое впечатление Что да Нужно было снести Бывшее здание ЦК В таком партии Латвии Да И вот Настраивать Как хорошая причина Выполнено Сакральное Наполнение Этого дела Да Ну и заодно Построим Что-то Да Здание Рабочее Здание Выполняет Свои функции Здание Как говорят Архитекторы Является В том числе Может быть Памятником культуры Да То есть эпохи модернизма Вопрос Зачем Никто не объясняет Вот просто мы решили Мы это снесем Это построим Ну вот Интернационал Да То есть До основания разрушим А затем Наш мануровый мир построим Не говоря уже о том Что это в принципе Тихий центр Который Ну на какое-то количество лет Перестанет быть тихим И понятное дело Согласен Возвращаясь опять-таки Нужен зал Вопрос Нужен однозначно Да Ну вот Варианты постройки Выбраны На мой взгляд Самые неудачные И все что можно было Предложить А как вам кажется Руководство Риги Ну к тому моменту Когда это начнется Даже Мне кажется Уже даже не стройка А даже само разрушение Уже к этому моменту Пройдут выборы Насколько я понимаю Уже будет новая администрация Вот администрация Риги Она может какое-то Своё слово сказать И сказать Нет Мы вам не разрешаем строить Или Это только на уровне разговора Ну на самом деле Рига может говорить что-то Но у государства Достаточно рычагов Чтобы обойти То же самое Рижские власти То есть Присводить Этой стройке Статус государственного значения Да И тогда Рига фактически Обязана будет Эту ситуацию Учитывать И учитывать Ей Подчиняться И так далее Да Здесь Действительно Есть много Рычагов У государства Не в этом вопрос Вопрос в том Что у нас Рижскую думу В своё время Кляли за то Что скажем там Какие-то процессы Происходят Непрозрачные И так далее Да Ну вот образцы Того Как ведёт себя Государство По-моему Рижская дума По сравнению с ними Это просто Образец Демократического Правления Ну кстати да Говоря тогда Мы вспомнили О том Как закончилось Как закончилось Своё существование Предыдущая администрация Рижской думы Прежде мы туда Кстати пойдём Мне хотелось Знать ваше мнение Как вам кажется Временная администрация Она насколько справляется Своими обязанностями Учитывая что Как раз Они должны были Проработать там Два месяца А из-за коронавируса Получится все полгода А я не знаю На самом деле Информации очень мало Если раньше Когда работала Рижская дума Постоянно Скажем Была какая-то Информация О том Что происходит Чуть ли не В режиме онлайн То сейчас Нам просто Доносятся Принятые решения Я знаю Что Временная администрация Сейчас Очень чётко Работает По кадровой политике Да То что Фактически Должна делать Назовём так Постоянная дума Да Выборная дума Да Вряд ли Вы это имеете ввиду Увольнение Ну я имею ввиду И выборы Директоров Департаментов Я имею ввиду Скажем так И перестановки В руководстве Предприятий Да То есть В любом случае На мой взгляд Временная администрация Если она называется Временная Она Не должна Принимать Постоянные решения Да Здесь Фактически Сейчас Ну что касается Например Департаментов Приняты Постоянные решения Да Директора Назначаются И потом Да Они уже Согласно Трудового закона Это просто так Может это потому Они сидят там Не два месяца Как предполагалось А больше И мы не знаем Что будет в конце августа Вполне может быть Что они и полтора года Просидят А не полгода Может быть поэтому Мы сейчас Да Я бы не стал гадать Но тем не менее Это очень Ну скажем так Процедура Которая Для Риги Ну может быть Будет уроком Да Я бы очень хотел Чтобы это было уроком Потому что Ну Уроком чего? Так Уроком Для депутатов Как нельзя Скажем так Вести себя В коалиции Как нельзя Строить отношения С коллегами Я думаю Что для всех Это должно быть уроком Потому что На самом деле Так нельзя Да То есть В семнадцатом году Давались обещания Рижанам Эти обещания Мы подходили С ними Да И в общем-то Все до сих пор Говорят Что да Эти обещания Готовы выполнять Но тем не менее На каких-то там Я не знаю Там Мелочах Коалиция разрушилась Да В результате Сейчас Мы имеем То что Администрация Сегодня решила Дать пенсионерам Проезд Завтра решила Забрать Послезавтра Это решила Нет никакого Объяснения Почему они Это делают Просто мы решили Подождите Задержимся Конкретно По льготам Потому что Многие политики Которые сейчас Планируют В Ригу вернуться Через выборы В риску администрации Они говорили Вот об этих льготах Это и Ваша партия И честь Служить Риги И согласие Но мне казалось Что объяснение Вполне логичное Вначале Все льготы Отнимались Чтобы уменьшить Пассажиропоток И с уменьшением Опасности Льготы Понемногу Возвращались Сейчас Если я Насколько я понимаю Все льготы Возвращены В прежних Объемах Это так Еще раз Вопрос Я не говорю Сейчас о том Что в какой-то момент Это решение Если до того Какая-то Общественная дискуссия Хотя бы Хотя бы В медиа Возможно Не всегда Была Достаточная Дискуссия Скажем В рамках Того Что презентовалось Для общества Своевременно Хотя бы Как-то Своевременно Презентовалось То есть Идея же У нас есть Такая Такая Здесь мы Сталкивались С решением Так С понедельника У нас Льготы отменяются С понедельника Через два месяца У нас льготы Опять вводятся То есть Не было Четкой концепции Скажем так Почему мы это делаем Что и как Что на это влияет И так далее Ну обычно Это все преподносилось Под рамкой заботы О рижанах Причем Действительно Я думаю Что для Любого политика Это просто Совершенно Фантастический Такой подарок То есть Для того Чтобы позаботиться О рижанах Давайте не будем Проводить там Праздник Лиг Ну да В городе Опять возвращаемся К тому Что Да Если мы говорим О проезде В общественном транспорте Каждый подает По-своему Да Но весь вопрос Что да Вот мы решили И все Да Очень удобно Потому что Формально подается Что временная администрация Она ни за что не отвечает Они просто Да Временные чиновники Но тем не менее Они принимают решения Невременные Да То есть Вообще Проезд В общественном транспорте Да Это временное Но принято Очень много решений Которые будут постоянными И с которыми В том числе И новой Избранной Рижской думе Когда бы она не была избрана Придется как бы Жить и считаться Напоминаю Что у нас В студии Член партии Альтернатива Глава организации 9 МАЛВ Вадим Бараник Телефону прямого эфира 6-7-2-12-93-9 6-7-2-13-93-9 Также можете писать Нам по ватсапу 2-3-0-61-91 Ну вот говоря Про акустический зал Мы как-то упустили Все-таки Rail Baltic Да Вот не поговорили Rail Baltic Это вторая Схожая Скажем Тема Если первичный вопрос Нужен ли Однозначно нужен Да Нужна Европейская колея В Латвии А дальше Начинается масса вопросов Почему так Почему Изначальная смета Фактически Как сейчас говорят Европейские институции Контролирующие Может возрасти Уже до 7 миллиардов евро Да То есть фактически Смета возрастает В два раза Что это будет Как это будет Почему именно так То есть Нет ответов Именно с латвийской стороны Да Когда этот вопрос Только прорабатывался Рига Предлагала То же самое Что сделал Таллин То есть Доступ к аэропорту Обеспечивать Трамвайным движением Это было На тот момент Порядка в 20 В 20 раз Дешевле Чем предлагается Вот эта вот Ветка на аэропорт Железнодорожная Непонятно Да Мы ее выстроим Но это поддержание Инфраструктуры Это опять-таки Будет за латвийские Уже деньги Это не за деньги Еврофондов Пропускная способность Ну она Будет большая Но сколько там Будет ездить Транспорт Сколько будет Транспорта Да То есть Я сомневаюсь Что там каждые 10-15 минут Условно Как во Франкфурте Будут Курсировать поезда Да Соответственно Если это будет Поезд Раз в два часа То Весь смысл Пропадает Абсолютно Пропадает Смысл Пассажиру Приезжать Тем более Если у него самолет Условно Вечером Да Вот приезжать И ждать Несколько часов В зале ожиданий Плюс Сам пассажиропоток То есть Ну нет Столько В Латвии Литве В Эстонии Пассажиров Вряд ли Поездом Кто-то Поедет сюда Например Из Польши Из Германии Потому что Проще сейчас Самолетом Долететь Слава Богу В этом плане У нас все налажено То есть Авиахозяйство И AirBalt И все остальные Авиакомпании Работают В качестве Грузовой ветки Например Рижский порт Ответвление Нет Возникает Логичный вопрос Что это тогда За счет чего Эта линия Собирается Функционировать Честно говоря На мой взгляд Кроме как Стратегически Военного значения Эта линия Глобально Иметь не будет Опять-таки Последние высказывания Господина Пабрикса О том Что он Очень хотел бы Ответвление Rail Baltic На Адажский полигон Да Где Квартирует Силы НАТО То есть Да Скорее всего Эта линия Она будет Использоваться В гражданском Ну В гражданском Смысле Да То есть Для пассажирских Перевозок Но Какое-то Стратегическое Военное значение Однозначно Она будет иметь На мой взгляд Да То есть Если мы хотим Развивать Латвийско Скажем так Транзитную Сферу Да То Соединение С Рижским Портом Оно Однозначно Ужимое Как вам кажется Не может ли Ну вы Только что Сказали Да Что Может быть Из Германии Из Польши Люди Захотят Скорее прилететь Но сам факт Вот такой Постройки Действительно Европейской Железнодорожной Линии Не может ли Это стать Поводом Для Риги Повысить Своё такое Туристическое Реноме в Европе Ну Туристическое Реноме Рига Повысило За последние 10 лет Практически В 10 же раз Ну не в 10 Да меньше По-моему в 7 раз Но тем не менее Это раз А второе Окей Ну выстраивается Эта линия Сейчас только До польской границы А дальше Участок Который поляки До 27 года Насколько я слышал Не собираются Реконструировать То есть Это скоростная линия Опять-таки На польской границе Упирается В скорость Обычного поезда И даже Сами европейские Европейская Институция По аудиту Да Уже здесь На парламентских Слушаниях В Латвии Заявлял Может быть Вам действительно Подумать о том Что вам скоростная Линия не нужна Нескоростная Будет стоить Гораздо дешевле Нескорее в том плане Что скажем Приезжают Прилетают Туристы Ну не знаю Скажем Из Великобритании Или из США Они прилетают Не в Латвию А в Литву Но теперь у нас Будет рейл Балтика И они находясь В Литве На денек На два И в Ригу заедут Возможно Да Но скажем так Сообщение с Литвой Автобусное Ну это 4 часа Сообщение Железнодорожное По скоростной Магистрали даже Ну будет в районе Там двух с чем Да То есть Стоит ли эти Полтора часа Того чтобы Да мы ее построим В основном Не за свои деньги Да Но дальше мы понимаем Что эту же линию Мы должны содержать Да Вопрос содержания Кем-то прорабатывался Вот Здесь масса Масса непонятностей Насколько Само строительство Вот Преобразит Облик Риги Насколько Это может Создать Или неудобство Жителям города Или наоборот Принести Какие-то плюсы Как любое строительство Естественно Это создает Поначалу Массу неудобства В плане Самое Скажем так Весьма Грома Неудобном участке Это При строительстве Насыпи Вернее При снесении насыпи При строительстве Нового моста Через Далгову За Железнодорожным вокзалом У нас Сождаются Очень большие Проблемы С движением По улице Красно Да То есть При строительстве Фактически Улица Красно Будет Парализована В том виде Который Функционирует Сейчас И Нам нужно Либо Сейчас Сначала Закончить Восточный Магистрат Хотя бы Чтобы объездные Грузы Скажем так Грузовой транспорт Отправить Уже чисто Вне границ Центра И для Обычного транспорта Будет Большая проблема Соответственно Скорее всего Да Придется считаться С тем Что Будет Механически Ограничен Въезд транспорта В Ригу В центр Риги И здесь Опять-таки Город должен Подготовиться То есть Не в Каких Самых Худших Традициях На следующей Неделе Вам просто Будет Запрещен Въезд Я не знаю Какие-то Нужны Способы То есть Либо Это должны Быть Поощрение Пользования Общественным Транспортом Либо Это Какие-то Должны быть Функции Передвижения По центру Переданы Ну я не знаю Шаринговым Компаниям Каршарингу То есть Условно Есть какие-то Места Где ты можешь Оставить машину А дальше Поехать Либо На общественном Транспорте Либо На машине Общего пользования Ну то есть Вот Что-то Что позволит С одной стороны Уменьшить количество Транспорта В центре С другой С другой С другой С другой С другой Ну не Снизить Мобильность Да Потому что Волонтаристки Сказать так Все Вам больше Нельзя Ну Мы начали С того Что из Риги Люди Потихоньку Возвращаться И так далее Не назвал Это правление Демократическим С точки зрения Достижения Результата Он на муниципальном Уровне Разумеется Лучше Команды Единомышленников Да Потому что Действительно В городе Политики Все-таки Меньше Чем Экономики Каждодневных Проблем Да То есть Асфальт Он действительно Не имеет Ни партийной Принадлежности Ни Языковых Пристрастий И так далее Когда Начинается Масса И Это очень Хорошо Работало Условно В Созове Девятого Года В Созове Семнадцатого Года Ну уже Начало Что-то Сбоить А что Как вам Кажется Не знаю Может Успокоились То есть Не было Мотивации Посчитали Что уже Да Уже Настолько Выработалась Привычка Что Все что Не делается Оно Всегда Будет Сделано Все И Тебе За это Ничего Не будет Да Но Может Где-то Уже Как-то Само Успокоение Началось И это Стало Причиной Того Что Вначале Ваша Четверка Разочаровалась Потом Чейсо Тригг Разочаровалась Ну я Сейчас Не хотел Углубляться В события Годовой Давности Да Но Тем не менее Да Вот Если обращаться Опять-таки В двух словах Говоря об этом Что ну Начали уже Решать Какие-то Проблемы Личных Взаимоотношений Наверное Да А не Проблемы Рижан С чем Мы выходили В 2017 Году Единым Списком На эти Выборы У меня Тогда Тоже Такой Вопрос Как Партия Альтернатива Если вы Попадете В Новый Созыв Рижской Администрации С политической Точки Зрения Именно У вас Есть Какие-то Партии С которыми Вы бы Более Хотели Сотрудничать Чем С другими Есть Те партии Которые Готовы Продолжать Ту социальную Программу С которой Мы выходили В 2017 Году И которые Мы готовы Продолжать И дальше Но Все партии Которые Готовы Опять-таки Возвращаюсь К тому Что здесь Немножко Не та ситуация Как в парламенте Здесь Мы не принимаем Больше Более Политические Решения То есть Отремонтировать Какую-то улицу Это не политическое Решение Это необходимость Для рижан И соответственно Если скажем так Те кто готовы Поддержать нас Потому что В микрорайонах Должны появиться Новые площадки Должна быть решена Проблема С парковкой С другой Инфраструктурой Они будут Придерживаться Политических Каких-то других Своих взглядов Но ведь Рижская администрация Принимает и политические вопросы Это и вопрос Скажем и Школы нацменьшинств Это вопрос Празднования 9 мая Например Это вопрос В общем есть вопросы Которые политические Однозначно Никогда не будет Такой единой политики Которые Скажем так Несколько партий Будут полностью Совпадать По мнениям Вообще По всем позициям Ну Да То есть Где-то Да Где-то будем Спорить Где-то Я не знаю Будет решаться Уже Как во многих Случаах Да В голосовании Компромиссы В том числе Да Естественно Скажем так Если мы затрагиваем Вопросы Образования Ну Тоже есть Своя позиция Да Я считаю Что К вопросу О том Что нужно что-то сломать Да Тут какая-то Сакральная традиция У нас Да Сейчас подается Вопрос Образования Что там У нас должно быть Образование На латышском языке Оно может быть Было бы понятно И приемлемо Да Если бы не существовало Ну Глубинная Наверное История Русской школы В Латвии Да То есть Мы не создаем Что-то новое Мы не просим Вести новое Что-то Да Но Школа Русская школа Существовала Здесь веками Да И она нормально Функционирует И в принципе Исходя из Той реформы Которая была В 2004 году Опять-таки Можно к ней По-разному Относиться Но Школа Выпускает Людей Которые Владеют Латышским языком Да И могут на нем Дальше работать Вопрос Нужно ли Ребенку С гуманитарными Наклонностями Изучать физику На латышском Для меня Очень большой вопрос Потому что я помню Себя В школе Такой же Гуманитария Для меня Физика На русском Была очень сложна Ну Там Кроме Вопроса Языка В новой реформе Там много Других Подходов В том числе Компетентностные Например Которые По идее При правильном Использовании Облегчат Гуманитария Теоретически Ну Все теоретически Это всегда Все равно Зависит от людей Ну да Мы так Я думаю Можем очень глубоко Уходить Хотелось бы Все-таки Еще немножко Наверное Про Ригу Поговорить Да 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 У меня просто был вопрос По поводу рижского рынка Все-таки Строительство Болтик Опять-таки Затрагивает Ну Не совсем понятно Что дальше будет Ваша позиция Я знаю Что насколько Ну вот Вы тоже Принимали решение По рижскому рынку Отставки Там администрации Которые тоже были Неоднозначно восприняты В Думе Вот Могли бы рассказать О своем видении Рижский рынок Да Это И гордость Риги И В последние годы Уже это И серьезный Туристический объект То есть После посещения Старого города Это Фактически Второй посещаемый Рижский объект Туристами Да В таком Ключе Он должен развиваться Но он должен Действительно стать В том числе Местом Ну Там Проведение досуга Наверное Даже Можно так назвать То есть Не просто местом покупки Куда ты прибежал На 10 минут Что-то купил И Ушел оттуда Да Была попытка Сделать это Местом досуга Когда был сделан Фудкорт Но К сожалению По разным причинам Попытка была Неудачной Ну Я думаю Что в таком ключе Рижский рынок Должен развиваться Что касается Его связи С Рейл Болтик Ну Исторически Эта связь была То есть Станция Она никуда не переезжает Она точно так же Остается Здесь Я думаю Что так должно остаться Больше в связи с Рейл Болтик Беспокоит Судьба Автовокзала Да Который действительно Сейчас У него будет Очень Будут очень Сложные времена Потому что Рижский автовокзал Это Тот хаб Который Фактически Соединяет Все автобусные маршруты В Латвии Потому что Основная масса Маршрутов Из всех регионов Она все-таки Идет в Ригу То есть Как связующее звено Железнодорожный транспорт Есть не везде То есть Фактически Это Для многих Это единственная возможность Добраться в Ригу И чтобы этот Узел Нормально функционировал Здесь нужно будет Приложить очень много усилий Будет ли это Переезд В Торниаканс Будет ли это Что-то еще В этом сейчас Если мы говорим С государственной точки зрения В этом сейчас Большая проблема Один из таких вопросов Из-за которого Предыдущая администрация Распустилась Был вопрос мусора И организации вывоза мусора В Риге Сейчас вроде как Вопрос решен И Такие вот Есть неоднозначные мнения Кто-то говорит Что в принципе Он как Как предполагалось Его решить Так же Он не решен Никаких изменений Нет Непонятно Чего выгоняли Кто-то говорит Что нет Стало лучше И более прозрачно Кто-то говорит Что нет Вы посмотрите По каким ценам Подписали Вот ваше мнение Все-таки Вопрос мусора Он решен По итогу Лучше Чем мог бы быть Вопрос мусора Он На мой Личный взгляд Он не решен Лучше Это изначально Была причина Зацепка По которой Пытались Хоть каким-то образом Рижскую думу Отстранить Зацепка Явно была Скажем Изначально Видно Что С очень плохой Аргументацией И последующие События Когда Временная администрация Буквально Сразу Утвердила Практически То Что Город И Предлагал Это И подтвердило Что касается Расценок Мне Сложно Сказать Они утверждены Они есть Что я бы Вводил Однозначно И Странно Что не было Изначально Такого требования Отрывания Как Юрмаля То есть Мы должны Прийти К тому Что Мусор Возится По весу Не по объему Не по кубометрам По весу Соответственно Как бы Это убирает Все проблемы То Что обсуждалось То есть Нужно ли мне Там Этот контейнер Загружать Такое-то Время Не нужно То есть Для частных домов Очень актуально Было То есть Нужно ли мне Два раза В месяц Вывоз Или не нужно То есть Ты по весу Вывозишь По весу Как бы Оплачиваешь Это все И Здесь у тебя Вопросов Много мусора Он больше весит Соответственно Больше Платишь Почему Такая концепция Не была введена В Риге Ну Сложно Сказать Я понимаю Что администрирование В Риге И администрирование Юрмоля Все-таки Две большие Разницы Но Тем не менее Как бы Опыт есть Причем Те же самые Компания Та же самая Компания Которая И в Риге Собиралась Работать И работает До сих пор Да Ну Тем не менее Потому что Вот в программе Добро пожаловаться На Волткоме Очень много Вопросов Было Как раз таки Всегда По мусору В плане Того Что Монополия Создает Ну Когда есть Конкуренция Всегда есть Возможность Если вдруг Не понравились Условия Перейти В другую Обслуживающую Фирму А Монополия Как раз таки Она выкручивает Руки Потребителям Ну У нас Фактически Сейчас осталась Та же самая Монополия То есть Просто Вместо Одного Лута У нас Четыре Лута Ты не можешь Если ты Обслуживаешься В Зенгальском Районе Перейти От того Кто там Обслуживает К тому Кто обслуживает Лутгальский Лутгальское Предместие То есть У тебя все равно Вот этот Монополист Он на те же Самые Семь лет Остался Но просто Мы Ригу Поделили На зоны Типа Соблюли Какие-то Там Договор Заключен На определенные Расценки До Не помню До 30 какого Да Ну То же самое Фактически Так Вся Рига Просто Подписалась На договоренность По одной Расценке Так Мы поделили Ригу На четыре части Но при этом Скажем так Если бы в каждом Районе В каждом Блоке Из четырех Можно было Выбирать Одного Из двух Поставщиков Ну была бы Какая-то Конкуренция Да Так четко Прописано Что в каждом Районе Работает Строго Одна Компания Там Конкуренции То же самое Нет Просто у нас Четыре Блока Место одного И Возвращаясь К тому Что Скажем так В Риге На 20 лет Была бы Конкуренция Не было бы Конкуренции Ну Не знаю Масштабы Точно так же Да Но Человек Если он живет В Сигулде Да И он 30 лет Будет платить Эти расценки Ему Для него Наверное Будет плохой Аргумент Что типа А вот знаете Вы же в Сигулде Живете Вы там Маленькие Жители А вот В Риге Живут большие Жители То есть Люди Везде Одинаковые Если Скажем так Можно В одном Населенном Пункте Который Законодательно Фактически У нас Приравнен Рига Может быть Приравнен К Сигулде Ну Кроме Знавания Столицы Да Дальше Юридически Как бы Это Город И город Да Почему Нельзя В другом Точно так же Как Возвращаемся С льготами Для рижан Которые Мы планировали Вести Несколько Лет Назад Которые Зарубили На уровне Парламента Да Та же Самая Сигулда Эти льготы Ввела Юрмала Сейчас Ввела Для жителей Юрмала Можно В Риге Нельзя Но Это же вопрос Конкретно Льготы Это же вопрос Количества Жителей Одно дело Это Сколько В Сигулде Жителей Я так На вскидку Не скажу Но Явно В 10 раз Меньше Чем в Риге Если не Еще меньше Допускаю Но Опять таки Я как житель Риги Мне Скажем как Депутату Рижской думы Тогда было Очень сложно Объяснить Жителям Риги Чем Жители Например Той же Сигулды Пользоваться Льготами Самоуправления В плане Проезда Отличаются От жителей Риги Которому Парламент Запрещает Пользоваться Тем же Самыми Льготами И я По поводу Мусора Хотел спросить Вы сами Сказали Что по вашему Мнению Вопрос Решился Как минимум Так же А возможно Даже и хуже Чем Он его Планировал Решить Но хуже Нет Если только Мы не говорим О том Что Были Масса Фотографии Переполненных Контейнеров После Введения Сразу Нового Порядка Что их Буквально Неделями В центре Никто Не вывозил Но Будем Все-таки Надеяться Что это Какие-то Разовые Случаи Нестыковки И так далее Но по Большому Счету Это Просто Доказывает То Что Проблем Какого Не было Ну вот Я к этому Веду То есть Проблем Не было По идее Исходя Вот именно Из этой Ситуации Рижская Администрация Могла бы Продолжать Работать Но До этого Вы говорили Что Роспуск Дум Стал Такой встряской И вы надеетесь Что это Станет уроком Для будущих Политиков У меня вопрос Такой Вы все-таки Сейчас Оглядываясь Назад Учитывая Что сейчас Еще и Коронавирус Был И так далее Вы бы Предпочтили Чтобы Рижская Дума Продолжила Работать В том Состое В котором Она была Или Все-таки Эта встряска Она Хорошо Что случилось По такому Странному Поводу Рижская Дума Однозначно Могла Продолжать Свою Работу Да Но Продолжать То есть Те же самые Люди Которые Избрались В 17 Году Но Они Работали Два Года В принципе Абсолютно Нормально К сожалению У нас Случилась Ситуация Такая Что Но Случилось То Что Случилось Было Две Две Ярких Личности На Которых Фактически Держался Не только Первым У которых Как казалось Держалось Вообще Все Да Яркие Личности Вошли В Беру Парламент Да И Получилось Так Что Дальше Какой-то Возник Вакуум И вот Из-за Этого Вакуума Как бы Именно Отношения Не знаем На основании Отношений Уже и дела Начали Потихоньку Проседать Я считаю Что Потенциал Тех Людей Которые Работали По состоянию На феврале Этого Года Он позволял Спокойно Продолжать Работать Но Уже Дальше Там Возобладали Извиняюсь Уже Личные Амбиции Да То есть Кто-то Посчитал Что Наверное Лучше Сейчас Быстро Распуститься Потом Опять Быстро Избраться И уже Строить Как-то Это Все По-другому Нельзя Так играться Ни с избирателем Ни с властью У нас Уже Время Эфира К сожалению Подходит К концу Может Еще Пару Наверняка Вы видели Последние Опросы Популярности Партии Грядущим Выбором В Рижскую Думу Вы к ним Относитесь Серьезно Что Альтернатива Не так Много Уголосов Получило Или Все-таки Вы скорее Поддерживаетесь Мнение Что это Онлайн Опросы И там Еще Не все Ясно И как Вы работаем Как Работали Ну Знаете Во-первых Опросы Опросы Мрознь Я видел Два Опроса Один проводил СКД Второй фактум И результаты Отличались Очень сильно Опять-таки Возвращаемся К тому Нужно Работать Для Избирателя Для Рижан Работать На рейтинг Это уже Вторично То есть Если ты Работаешь Именно для Рижан Рано или Поздно Твои Усилия Будут Оценены Что ж Спасибо большое На такой ноте Мы наверное И закончим У нас В студии Был член Партии Альтернатива Глава Организации 9 мая ЛВ Вадим Бараник